Приветствую, дорогие друзья, с вами вновь я, Frostfire, и мы продолжаем играть в Apocalypse Inc. Или Apocalypse. Ну, короче, на самом деле игра называется Peace Death, что означает мир и смерть. Причем мир не мир, не как война и мир, а как мир в смысле дружба между людьми, между народами и так далее. Я не знаю, почему именно так, видимо, просто чтобы сделать каламбур на русском языке из двух слов английских, звучащих весьма похожими на одно из, ну, из, одно из слов из великого и могучего языка. Ну да ладно, я что-то увлекся опять рассуждениями о названии игры, которая очень сильно каламбурит, скажем так, скажем так. Так, ну мы продолжаем, мы закончили в тот раз, я не помню уже какой, четвертый что ли день? Не помню, четвертый мы, по-моему, день закончили в тот раз. Давайте тогда продолжим, пока никаких дополнительных заданий мне никто из всадников вроде бы не предлагает. Так, авторитет, дополнительное влияние всаднику-заказчику. Дополнительное влияние всаднику-заказчику, ну, может быть, починка, сломался лифт его... Что значит сломался лифт? Давайте, я, короче, возьму, вдруг, короче, у меня сейчас сломается лифт или что-то в этом роде, хотя это как-то странно. Так, пятый день, предлагаю почитать теперь эти диалоги, опять, которые они говорят, причем времени-то у меня много, в принципе, и торопиться особо некуда. Ну, то есть, торопиться можно за рейтингом, но я не знаю пока, что он значит, к сожалению, вот, но в любом случае, я думаю, для разогрева, для начала можно постоять, почитать комментарии, которые они говорят. Нет, пока что мне нужно опять по 30 людей только обрабатывать, ну, как людей, не только людей, ну, да ладно. Шляпы и головные уборы спасают от холода и от ветра, но здесь шляпы мешают нашим правильным решениям. Все, кто попадет сюда, могут прятать под шляпами рога, а рога это признак ада. Снимай с клиента шляпы, чтобы быть уверенным в своем решении. День начинается. Окей, кровожидность. Мое число 512. Окей. Тут есть уши, а что? Странное место для нычки, но, в принципе, странное место для нычки. Ты и так в крови, чувак, ты идешь вон. Перфект. Да. В моем рюкзаке пусто, честно. А это считать за оружие? Ну, я не знаю, большой молот? Деревянный, правда. Это может быть как киянка или кувалда? Ну, ад. Правильное оружие. Окей, ладно. Разумеетельный был суп. Ха-ха-ха-ха. Она училась готовить, окей. А че он ничего не сказал? What? Ладно, ты вроде чист. Я уже говорил, что будет завтра. Завтра ты будешь в раю. Точнее, уже сегодня. Это что? Это что? Эти лифты охраняются? Это что? А, я сначала подумал, что это лук. Или что-то там, или арбалет какой-нибудь. А это гитара? Я так полагаю. Ладно. Я копал, и вот я тут докопался. Я называю меня просто Николаич. Николаич, добро пожаловать наверх. В рай. Вам тут новый правитель не нужен? Ха-ха-ха. Это же этот. Эээ. Как его? Господи. Эээ. Я забыл. Я забыл, как его зовут. Блин. Эээ. Ладно, я забыл. Кажется, я пал смертью храбок. Эээ. Аааа. Shit. Точно, шляпу забыл снять у него. Спасите меня. Женщина не заслуживает смерти. Ээ. А, у тебя кровь. What? Что ты делала перед смертью? Мысли продолжить мое дело. Ха-ха. Надеюсь. Надеюсь на это. Легендарно. Таки шалом. Таки шалом. Добро пожаловать в рай. Ээ. Опачки. Че-то я нашел тут. А, есть твой демон. Кроссовки удобнее туфель. Но мне кажется, ты в крови идешь в ад. Всего лишь отравления пройдет. Да, да, да. Все так говорят. Ээ, я как обычно в ад. Окей. Не надо на меня нажимать. Надо. Ладно, ты идешь в рай. Легендарно. Ээ. Имя нам легион. Бред. Понятно. Как тебе мой последний альбом? Отвратительно. Ты идешь в ад. Питомцами можно? Да. И тебе туда же. Ээ. И тебе туда же. Спасибо. Робота выполнена. Deal with it. О, повышение. Отлично. Старший стажер. Отлично. Ну, скоро мы тогда заслужим какую-нибудь первую реально крутую должность. Скажем так, уже не стажер будем, а какой-нибудь там младший специалист. Я не знаю, что это. Второй. Пройдено. 202 у нас. Клиенты. Все хорошо. 30 из 30. Время. Влияние всадников. Оценка Б. Но это потому, что я не особо сильно торопился. Так, мне что-то хочет Грим Риппер сказать. Не знаю, я его буду Грим Риппером, наверное, называть. Что это? Ну, вот, господи. Ээ. Эхахаха. Потрясающе. Знаешь, что сейчас происходит? Конфедераты заключают перемирие с федералами. И это нам на пользу, жнец. Конфликты прекратятся и война останется не удел. Но одновременно с этим к земле летит охренительный метеорит в тот же самый регион. И я не предлагаю остановить его, потому что катастрофа это всегда весело. Но нам нужно как можно сильнее его замедлить, чтобы метеорит упал уже после заключения мира, а потери от такого события не так значительны, как от длительной войны. Хочешь приобрести билет в первый ряд на это потрясающее шоу? Шоу. Взносы пойдут к Ронусу на небольшие локальные замедления времени. Окей. Ну давай, например. Почему бы и нет? Ну окей, у меня есть деньги, давай попробуем. Я не знаю. Я так полагаю, что если слишком много будет смертей, то работа у нас будет усложняться в дальнейшем и... Ну можно в итоге зафейлить совсем. Не знаю. Ну мне так кажется, хотя может быть оно и не так. Может быть что-то зависит от вот этих репутаций и так далее. Без понятия. Ты хорошо справляешь, жнец. Я надеюсь на это. А второе, это дополнительное влияние всаднику-заказчику. Я думаю, можно купить. Почему бы и нет? Изобилие на один признак больше на каждом клиенте. Я не понимаю, что это значит. Типа на клиентах будет, допустим, не только один лишь признак, допустим, отправить его в рай или в ад. Ну точнее, в данном случае для того, чтобы отправить его в ад. А будет больше, чем один признак. Или как? Я не понимаю просто. Ладно, я возьму авторитет. Нахрен изобилие это. Вот. И давайте попробуем наращивать темп теперь. Один из самых кров... Не, не так. Неправильно, я подобрал голос им. Один из самых кровавых дней, жнец, наступает сегодня. Так много крови, что теперь нужно смотреть под ноги. Лужи крови, которые грешники оставляют под собой, явный признак плохих намерений. В аду им самое место. Начинаем. Ах да, приготовься к неожиданным катастрофам, жнец. Время на них ограничено. Разберешься. Окей, ну тебя в ад, понятное дело. Вроде все нормально. Кровь. Отправляешься в ад. Лужа крови. Тоже лужа крови. Ты вроде хорош. Ты туда. Ты вроде нормальный. Тебя в ад. Тебя в ад. Тебя тоже туда. Слишком много крови. Тоже в ад. Ад. Что-то очень много крови. Нет, у тебя лужа крови под ногами. Оружие. Катастрофа. Психи угнали автобус и сорвались с обрыва. Что? Как здесь красиво. Блин. Черт, у меня теперь время ограничено. Психи, господи. Психи. А. Ужас. Капец какой-то. Музыка еще. Что же хорошо. Работа выпала. А что, я где-то ошибся, что ли? Новые клиенты. Психи. Капец. Что? Что происходит? А где-нибудь тут пишут, сколько я ошибся? Там нет? Хотя у меня вроде первая ошибка будет простительная. Вроде бы как. Все клиенты распределены. Жесть какая-то. Типа это самое. Какие-то идиоты украли автобус, разбились на нем. И они попадают сюда вне очереди. Я должен быстренько их распихать туда-сюда. Такое. Что происходит? Окей. Денег у меня что-то не очень много. Авторитет. Дополнительное влияние всаднику-заказчику. Мне что, постоянно будут предлагать это или как? Не, будет конечно прикольно. Но деньги мне тоже нужны, поэтому я что-то, наверное, пока поэкономлю, короче. А плюс. Интересно, это максимальная оценка или максимальная оценка все-таки будет какая-нибудь S? Там, я не знаю, или что-нибудь в этом роде. Седьмой день. Кстати, насколько я понял, можно переиграть дни. Разные. Но я пока не буду этим заниматься. Типа там рекорды побивать, там оценку повышать и так далее. А где было, когда я ошибся? Нету тут. Такая разница во времени, здесь 150 секунд, здесь 50 секунд, 47 секунд. 35 секунд, вообще быстро я там. Окей. Ух ты, ё-моё, что это такое? Твой первый выходной день, жнец. Хотя в выходные ты тоже работаешь, сегодня для тебя сюрприз. Тематический день. Используй свои накопленные знания в окружении жителей древнего Египта и выполни свою работу правильно. Приступай. Окей. Свобода! Наконец, свобода! Мумия возвращается. Не знаю, вроде ты чист, у тебя кровь под ногами, у тебя кровь на теле, у тебя оружие, у тебя брови, но ты всё равно в рай, наверное, попадаешь. Боже, Иисус! А, это, наверное, Моисей. Ну да ладно, неважно. Нет, ребята, меня так просто... А как? Какой звук издаёт шакал? А я не знаю, тебя считать как за исчадие ада или всё-таки как за нормального? Ну то есть ты как бы вроде человек, но вроде как не очень человек. Я не знаю. Ой, я нажал правую кнопку, случайно это видим. Да, остановитесь. Я не знаю, ну... Правильно, окей, хорошо. Шар? Какой такой шар? Э-э-э-э... Не знаю. Я говорю, что не справлюсь один. Да. Давай. Свобода, свобода. Это рабы, типа. Меня же не было, как я умер. Меня же не было, как я умер, what? Ладно. А чем нужны эти пирамиды? Никто не знает. Я кирпич... Кирпич явно не сам на меня упал. Тебя подставили, стражник. Ну да ладно. Все есть у тебя часа. Новый мужчина каждый день. Да, я догадываюсь, что там было. Ладно, у тебя всё равно лужи крови под ногами. Кажется, я сгорел на работе. Не стоило кормить льва с руки. У тебя кровь под ногами. У тебя рога. Твоё местью должен быть я. Нет. Перфект. Могу я разверзнуть вашу лаву? Нет. Меня же не было, как я умер. Повторяйтесь, ребята. У тебя рога. Ты не справишься со мной, жнец. Почему нет? У тебя рога. Мумия. Кем я был, царём ли ровом? Никто не знает. У тебя оружие. На твоём месте должен быть. Я, шар. Ладно, ты вроде чистый. Не знаю. У них рога, видимо, поверх всего остального должны. Всё, вполне нормально. Новые клиенты из Египта. В принципе, всё равно. Я же смотрю в основном на определённое... Хотя меня вот эти вот... Да, вот эти их маски Тутанхамонов, Ра и других их боже... Другого божества какого-нибудь сбивают тоже с толку, но... Не знаю. Ну, там рога вроде поверх всего остального. Непонятно просто, где у них этот самый шляпу там, да? Головной убор, а где нет его. Окей. Мы вроде... Это самое. Осилили первую неделю с вами. Итак, малое прощение. Если ты ошибаешься, ошибка будет прощена. А, если ты ошибаешься во время катастрофы, ошибка будет прощена. И без ветря. Туман рассеивается дольше. Вот. Туман. Вот. Эй. Не знаю, что это такое, но я думаю, пока пройдём мимо. Давайте попробуем ещё один день тогда. Я не знаю. У нас получается по четыре дня на ролик. В принципе, я думаю, неплохо так. Окей, поехали. Твоя первая неделя закончилась. И в качестве приза мы открываем чистилище. Окей. На самом деле, оно было закрыто на ремонт. Это просто совпадение. В чистилище попадают грешники, которые осознали свою неправоту при жизни. Окей. Сегодня и отныне отправляй в чистилище любого клиента, кровь под ногами которого может быть смыта, как и его грех. Поехали. В плане смыта. Ах да, чуть не забыл. Возможно, ты уже заметил, что иногда ты получаешь больше черепов. Это всё твоя интуиция. Если отправить клиента без манипуляций над ним, ты не получишь дополнительный череп. Или ты получишь дополнительный череп. Ух ты ж ё просто. Не охлаждай мои кольца. Настал час расплаты. На самом деле, это всё игра. Ой. А я не посмотрел, кровь у него под ногами была. Ну ладно. Мне приходится есть одно зерно. Окей, с пятомцами можно. Падениц. Безвольный раб смерти. А как я могу узнать? Она будет мигать, что ли? Да, да, да. Окей, ладно. Я невероятно счастлив. Блин, это же этот. Гарольд, скрывающий боль. Разве нет он? Когда он улыбается, такой ещё... Типа, он на самом деле... И он ещё говорит, что я безмерно счастлив. Типа, он действительно счастлив, хотя она не так. Ну ладно. Это же... А, могу я разверзнуть фашу лаву? Нет. Не, этого я желал. Кровь на полу, лифт замедлен. What? Ты не справишься со мной, жнец. Что с тобой справляться-то? Мне кажется... What the fuck? Ага. Ага. То есть, его в чистилище надо. Окей. Зато мне доплачивали. Да, да, да. Маскарадный костюм, конечно же. Мне тут будет скучно. Но у тебя кровь и на... Кажется, я пал. Так, мне теперь стоит на 35 человек. У меня привилегии. Окей. Привилегии в рай. В ад. Нет. Нельзя. Окей. Мое число 512. Нет? Не хочешь? Ну ладно, иди отсюда. Абра-катапра! Угостите меня шоколадкой. Пацан, иди в рай. Там много шоколадок. Совсем не те у вас заповеди. Так. Нет. Не очищаешь ты свою кровь. Не признаешь. Э, странное место для... Мне кажется... Не знаю, ладно. Фиксим. Не все, что я сделал, сделал я. Возможно. А мне скажут лишь хорошее. Ладно, в чистилище. Кровожадность. Потрясающий щадя. Да-да, можно мне обратно. Нуп. А, не-не-не. Так. О, нет. Теперь я как все. Черт. Нет. Ты не как все. Ты в ад попадаешь. Как же теперь мой муж? Мне кажется, она кого-то напоминает. Не знаю. Ну ладно. Я заражен по самое небалуй. А, заряжен. Почему я пришел заражен? Работа выполнена. С одной ошибкой, правда, к сожалению. Но вроде она простительна мне, насколько я помню. Окей, повышение. Детектив. Даже не младший какой-нибудь специалист, а детектив. И телефоны всякие звонят. Итак. Нет, я хотел закончить на этом. Но мне что-то хочет сказать многоуважаемый... Я даже не знаю, как тебя назвать-то. Ну ладно. Я не знаю, как его зовут. Обожаю воевать. Эти трое очень далеки от настоящего смысла жизни, женец. Ты работаешь не на меня, но я хочу предложить прикоснуться тебе к прекрасному и отработать в следующий день в мою пользу. Не бесплатно, конечно. И кроме оплаты ты получишь вагон самоуважения и мужественности, женец. Как тебе такое воистину мужское предложение? Ну окей, плюс 20 еще. Вообще круто. Тысяча женецов. Я рад твоей помощи. Награда после работы. Окей. Ладно, ребят. Тогда, поскольку четвертый день мы завершили и времени уже достаточно записали, я думаю, на этот ролик, то я на этом, пожалуй, закончу данный эпизод. Спасибо, что досмотрели его до конца, друзья мои. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайки. Поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Ну а с вами, как обычно, был я, Frostfire. Я желаю вам удачи напоследок. И увидимся в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok